Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Иоанна, 11 глава. Первый стих 11 главы указывает на болезнь Лазаря. «А был болен один человек, Лазарь из Вифании, селения Марии Марфы, сестры ее. Лазарь здесь пока просто человек из Вифании, селения, где живут сестры Марии и Марфы, которые уже известны, могут быть читателю из Евангелия от Луки. Лазарь был братом Марии и Марфы, и, оставшись в Вифании, они посылают сказать учителю о болезни. Извещение, которое мы слышим, не содержит указания на имя Лазаря. Сестры указывают лишь на него, как на того, кого Иисус Христос любит. «Господи, вот тот, кого ты любишь, болен». Мы здесь не слышим даже просьбы об исцелении или желания, чтобы Иисус Христос пришел для этого в Вифанию. И в ответ Иисус сказал, болезнь — это не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через нее. 11 глава, 4 стих. Итак, Господь сообщает пришедшим, что Сын Божий будет прославлен через эту болезнь. И буквальный смысл этих слов подразумевает, что Лазарю не угрожает смерть. И дальше инглист сообщает, что Господь остается два дня на том месте, где был. Любил Иисус Марфу и сестру и Лазаря. И это указание здесь может даже озадачить внимательного читателя. Ведь смерть войдет в дом тех, кого действительно любил Господь. И это любовь, которая допускает смерть любимого для того, чтобы совершилось дело Божие. В этом один из прообразов смерти самого Иисуса Христа, поскольку любовь Отца к Сыну не исключает неизбежности его предстоящей смерти. По истечении двух дней Иисус Христос обращается к ученикам. Идем снова в Иудею. Он не указывает Вифанию, как на конечную цель их путешествия. Место, как мы видим, не конкретизируется. Естественно, у учеников Иудея может вызывать только лишь одну ассоциацию. Рави. Только что искали Иудеи побить тебя камнями. И ты снова идешь туда. И это не только опасение за Учителя, но и страх за собственную безопасность. И в ответ Иисус Христос говорит, что пока человек идет днем, он видит дорогу и путь не представляет для него опасности. Пока Сын Божий в мире, он как бы свет, который светит ученикам, и им еще ничто не угрожает. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его, неожиданно сообщает Иисус Христос апостолам. Итак, целью их путешествия является Вифание, селение, где жили Лазарь, Мария и Марфа. В Евангелии есть еще несколько мест, где Иисус Христос называет смерть сыном, указывая на ее непродолжительный характер. Но, конечно, ученики по-прежнему не хотят возвращаться в Иудеи. Им непонятно, зачем нужно совершать неблизкое путешествие для того, чтобы разбудить заснувшего больного. Кроме того, в болезни им, очевидно, видится благоприятный исход всего этого дела. Сказал Иисус о смерти его, а они подумали, что говорит он о простом сне. Ну, мы в Евангелии неоднократно встречаем с вами указание на то, что Иисус Христос не всегда прямо отвечал на предстоящие задаваемые вопросы. И эта образность, она присуща его слову, и в том числе и языку 4 Евангелия. И тогда сказал Иисус о смерти его, они подумали, что говорит о простом сне. Действительно, причина буквального понимания в том, что, как мы помним, в начале Иисус Христос сказал о том, что болезнь – это не к смерти. Следовательно, это можно было понять, что, ему упоминали в этом, что Лазарь не умрет. Тогда и сказал ему Иисус прямо, Лазарь умер, радуясь за вас, что я не был там, дабы вы уверовали. Ну, такая реакция, опять же, может нас несколько озадачить, как смерть, тем более близкого, любимого человека, может вызывать радость. Но, конечно, Иисус Христос наперед знает, что ждет его впереди, и новое чудо необходимо для того, чтобы ученики окончательно уверовали, поверили своему учителю. То, что они выражают несогласие с его словами, то, что они каждый раз пытаются их оспорить, показывает, что полноты доверия ко Христу у них пока еще нет. Им по-прежнему кажется, что, направляясь в Иудею, в Вифанию, он идет на верную смерть. И тогда, преодолевая всеобщее оцепенение, Фома говорит, идем и мы, чтобы умереть с ним, призывая остальных к верности учителю даже перед лицом смерти. С ним, конечно, не с Лазарем, а с самим Иисусом Христом. Очевидно, что при подходе к Вифании, а это путешествие, оно заняло не меньше двух дней, а то и больше, кто-то встретил Иисуса Христа и сообщил ему о том, что Лазарь уже четыре дня в гробнице. А затем, опережая Иисуса Христа, этот человек пришел в дом к Марфе и рассказал ей о встрече. Марфа, когда услышала, что Иисус идет, спешит к нему, не успевая ничего сообщить Марии. В обращении Марфы мы можем услышать упрек. Учителю его ожидали, когда Лазарь умирал, и его можно было спасти. И сестры все-таки надеялись, что он придет. Сказала тогда Марфа Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но то же самое, как мы помним, сказал и сам Иисус Христос ученикам. Если бы он был в Вифании, смерти бы не состоялась. Но наступившая смерть вызвана не бессилием Иисуса Христа и не тем, что он был не способен избавить Лазаря от смерти. И хотя больной все-таки умер, тебе, возможно, все, говорит Марфа. Я и теперь знаю, что о чем бы ты ни попросил, Бога даст тебе Бог. То есть ее вера, она удивительным образом не поколебалась в происшедшем. Она продолжала верить Христа и сообщает учителю о своей вере. Говорит Иисус, воскреснет братвой. Эти слова, они кажутся лишь ей только утешением в будущем, в воздаянии, о том, что когда-то все-таки Лазарь вернется к жизни. Говорит ему Марфа, знаю, что воскреснет воскресенье, последний день, 11.24. Однако завеса будущего приоткроется уже сейчас. Но для этого, как оказывается, недостаточно лишь веры в Иисуса Христа, как всемогущего целителя и чудотворца. Иисус призывает Марфу к более совершенной вере. «Сказал ей Иисус, я воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли ты в это?» И в ответ Марфа выражает не только полное согласие со всем, что она услышала, но и произносит свое исповедание веры. Она верит, что Иисусу Христу возможно не только исцелять, но и воскрешать. Говорит она ему, «Да, Господь, я уверовала и верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Эти слова Марфы, они по сути своей повторяют то исповедование, которое произнес Петр от лица апостолов Кесарии Филипповой и даже содержит некое добавление, грядущий в мир. Для нас обычно Марфа более знакома из повествования 10 главы Евангелия от Луки, когда Иисус Христос приходит в дом сестер, и Марфа занята обильным угощением. Как мы видим здесь, евангелист Иоанн меняет местами Марию Марфу. В данном случае Марфа опережает Марию, она не только первая встречает Христа, но и произносит столь значимое, столь важное исповедание веры. И это показывает, что некое такое часто бытующее стереотипное отношение к участникам священной истории, оно бывает на самом-то деле недопустимо. И Марфа в своей вере, как мы сейчас видели, ничем не уступала остальным апостолам. Она приводит к Иисусу Христу Марию, говоря, учитель здесь и зовет тебя. А следом за ним идут те иудеи, которые наполняли и дом, и пришли из Иерусалима для того, чтобы страдать, соучаствовать в горе, которые были объяты сестры, и для того, чтобы по возможности их утешить. Думая, что Мария и Марфа пошли к гробнице, для того, чтобы плакать там, они следуют за ними. А Мария, в общем-то, встречая учителя, делает то же самое, что Марфа, она падает ему в ноги и говорит те же слова. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат». Эти ноги ей предстоит помазать, готовя Иисуса Христа к погребению. Об этом Евангелистан расскажет в следующей главе. «И Иисус, когда увидел ее плачущей и пришедшую с ней иудеев плачущих, возмутился духом и пришел в волнении и сказал, где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, иди посмотри». Прослезился Иисус, говорили тогда иудеи, вот тот, кого он любил. И, конечно, видя всеобщий плач, Иисус Христос тоже приходит в волнении и просит показать ему место, где был погребен Лазарь. Он тоже плачет, как и те, кто его окружают. То есть это неспокойное осознание того, что должно произойти буквально через несколько минут, когда Лазарь будет вызволен из уст смерти, а сопереживание человеческому горю. И, конечно, слезы Христа вызывают у окружающих вопрос, что стало преградой для исцеления, почему оно не произошло, ведь, несомненно, он мог это сделать. Не мог ли он, открывший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус, снова возмущаясь себе, приходит к гробнице, это была пещера, и камень закрывал ее. Говорит Иисус, возьмите камень, говорит ему сестра умершего Марфа, Господи уже смердит, ведь ему четвертый день. Марфа думает, что Иисус Христос хочет видеть Лазаря, и то, что она выражает несогласие с повелением Христа, опять же, несмотря на те слова, на то исповедание, которое она произнесла практически только что, показывает, что полноты веры учителю у нее все-таки нет. Говорит ей Иисус, не сказал ли я о тебе, если уверуешь и увидишь славу Божию? Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, я знал, что ты всегда меня слышишь, но сказал ради народа, стоящего кругом, чтобы они уверовали, что ты меня послал». Смысл этой краткой благодарственной молитвы, которую Иисус Христос произносит перед пещерой, подчеркнуть, что совершающее чудо есть дело Божие, и оно стало ответом на обращение Сына к Отцу. Молитва неоднократно еще нам встретится на протяжении последующих глав, и если раньше в Евангелии от Иоанна мы не встречали указаний на молитву Иисуса Христа, то теперь встретим такие указания регулярно. И, сказав это, возвал громким голосом, «Лазарь, выходи!» Громкий голос, как будто будет больного и умершего, и вышел умерший, связанный по рукам и ногам, погребальными перевязями, и лицо его было обернуто платком, говорит им Иисус, «Развяжите его, пустите идти». Ну, надо понимать, что когда говорится «обвязан», то это не означает, что он был забинтован, как иногда и изображают в иконографии, не зная, каким образом совершалось погребение. А совершалось оно следующим образом, это видно на Туринской плаченице, такой кусок материи, на одну половину клали больного, потом тело закрывали и несколько раз обвязывали. На лицо клали особенный плат. И вот «Почудись чуду в чуде» писал об этом Василий Великий. «Сказанному выйти казалось не менее чудно, как и воскресность, и так к чуду воскресенья присоединилось еще чудо, что совершенно связанно и двигался». Многие из очевидцев, происшедшего, уверовали в Иисуса Христа, другие сообщают об этом религиозным властям в пыли, в каком-то таком религиозном рвении. И даже такое необычное чудо не убедило тех, кто не хотел верить. Собрались тогда первосвященники и фарисеи в совещании, говорили, что нам делать, потому что этот человек много творит знамений. Ну, обсуждение в Верховном религиозном совете было посвящено именно чудесам, которые совершал Иисус Христос. Их обилие и наличие вызывало у властей опасение. Они не хотели, чтобы люди веровали во Христа и были уверены, что если оставим это так, все уверуют в Него и придут римляне и уничтожат у нас храм и народ. То есть показательно, что мессианская вера для членов Синедриона, вера в Иисуса как Христа, она неизбежно, по их мнению, может произвести к возмущению, к бунту, а тогда будут привлечены римские власти, и, возможно, это обернется разрушением Иерусалима и храма. И, отмечая всяческие колебания, представительствующие в Синедрионе первосвящении Каиафа, и заявляет, что смерть одного человека предпочтительнее, чем гибель всего народа. Один же из них Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы не знаете ничего, не разумеете, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб». Это он сказал не от себя, «Но будучи на тот год первосвященником, пророчествовал, что предстояло Иисусу умереть за народ». Дело в том, что в древности первосвященник был преемником божественных откровений, и слова Каиафа звучат, скорее, как благоразумный совет, но для евангелиста Иоанна это, прежде всего, принцип замещения целого народа одним человеком, который впоследствии ляжет в учении об искуплении. Смерть Христа замещает гибель всего человечества. И она принесет спасение не только одному лишь иудейскому народу, но и всем людям. Предстояло Иисусу умереть не за народ только, но для того, чтобы и рассеянных детей Божьих собрать воедино, дополняет евангелист 11.52. С этого дня они приняли решение убить его, и, зная о происшедшем, Иисус Христос покидает Иудею и уходит в другую страну, в город, называемый Ифраим, и остается там со своими учениками. Приближается Пасха, в Иерусалим начинают собираться паломники, и они спрашивают, придет ли Иисус в город или нет. Синедрион же дает указание, чтобы сообщить сведения о местопребывании Иисуса Христа, чтобы его можно было схватить и казнить. То есть глава начинается с подробного обсуждения опасности, которая может угрожать Иисусу Христу в Иерусалиме, а заканчивается тем, что Евангелист пишет, что Иисус больше не ходил открыто между иудеями. Воскрешение Лазаря не только становится причиной смерти Иисуса Христа, но и предвосхищает его будущее воскресенье, поскольку детали, которые мы читаем, камень, закрывающий вход в гробницу, погребальные одежды с особо упомянутым платком, плачевшие женщины обе Марии перед гробом, напоминают нам те детали, которые приведет Евангелист в рассказе о воскресении Иисуса Христа. И это повествование, оно ставит перед нами один очень важный и непростой вопрос. Ведь не случайно сестры практически вторят друг другу, когда встречают Иисуса Христа, задают вопрос, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой?» И эти слова мы тоже очень часто повторяем и, по крайней мере, думаем об этом. Считаю, что если бы Господь был бы рядом, если бы действительно Его присутствие было очевидно и явственно, то тогда бы, может быть, многие события, в том числе и трудные, какие-то страдания, болезни, какие-то испытания не проходили бы с нами, все было бы иначе, все было бы по-другому. Но на самом-то деле не случайно как бы Христос говорит о том, что Лазарь воскреснет, то есть оборачиваясь впоследствии назад и понимая и размышляя, что же прошло, мы тоже начинаем понимать, что вот так оно должно было быть, что, может быть, то, что нам не было известно, так же, как и не было до конца понятно ни Марфи, ни тем более Марии, что Лазарь воскреснет, оно, это воскрешение, оно существует замысел Божий. Так и нам зачастую кажется, что если бы был Бог, все могло быть иначе. На самом-то деле просто с нами совершается тот замысел, который в данный момент непонятен, но становится яснее и понятнее впоследствии. Продолжение следует... Продолжение следует...